Праздник Дарования Торы Наконец-то он называется Ацеры, Собрание или Остановка. Что это такое? Дарабание Торы. Мы отсчитали 7 недель, и на 50-й день это великое событие, которое произошло 6 севана 2448 года. Больше того, это остановка. Но еще этот праздник называется Шавуот. Не просто недели, а еще и Швуа, это клятва. Это говорится о двух клятвах. Первое. Творец поклялся, что никогда не заменит нас на другой народ. И это вторая клятва наша, что мы никогда не заменим его ни на кого другого. Но написано в Торе странная вещь. Творец пришел с Синая, воссиял с горы Сиир и появился с горы Паран. Открывают наши мудрецы. Гора Сиир – это Исаф. Гора Паран – это Ишмаэль, там, где живет Ишмаэль. Как так? О чем говорится здесь? И открывают наши мудрецы, что Творец обращался к другим народам и говорил, «Вы хотите принять Тору?» Прежде всего он обратился к кому? К сыновьям Исава. Спросили они у него, что там написано. Говорит им Творец, «Не убивай, мы не можем. Ведь мы получили благословение от нашего отца Ицкака. Твоим мечом ты будешь жить». Не хотим Тору. Тогда он обращается к сыновьям Ишмаэля. «Хотите получить Тору или нет? Что там написано? Не воруй!» «Ага, мы не можем!» Сказано в Торе, «Будет Ишмаэль диким человеком, его рука на всех и все против него. Будет жить в пустыне, будет грабить до сегодняшнего дня». Не хотим Тору. Обратился Творец к сыновьям, Лота, Омон и Моав. Хотите принять Тору? Что там написано? Не развратничай. Не, мы не можем. Мы происходим от нашего отца Лота, который был со своими дочерями. Не хотим. Но что это такое? Как мы можем это понять? Творец обращается к другим народам и говорит, «Возьмите мою Тору». И только после этого он приходит на Борусинай, чтобы дать ее нам. Больше того, есть претензии у народов мира. Если бы Исаву он сказал, «Не воруй!» А Ишмаэлю сказал, «Не убивать!» Может быть, они согласились? Что это такое? И здесь наши мудрецы открывают великую вещь. Для чего нам дана Тора? Как говорит Мошер Абейну на горе Синай ангелов, которые спрашивают у Творца, что делает среди нас рожденной женщиной? И Творец говорит, он пришел получить Тору. Как эта драгоценность, которая была перед тобой за много веков до сотворения мира, ты сейчас даешь ее плоти и крови? И тогда Творец говорит, «Ответь!» И отвечает Моша, «Я боюсь, чтобы они меня не сожгли огнем, который выходит из их уст!» Говорит ему Творец, «Возьмись за ножку престола славы моей!» И ответь. И тогда отвечает ты Моша, скажите, вы спускались в Египет? Творец говорит нам, «Я Бог всесильный Твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства!» Скажите, вы поклоняетесь кому-то другому, кроме единого Творца, как сказано, чтобы не было у тебя других божеств перед моим лицом! Скажите, у вас есть отец и мать, которых вы должны почитать! И последнее, что он говорит, «Есть ли в вас дурное начало, чтобы вы могли его благодаря Торе победить?» Клюм ецарара ешбахэм! И тут все ангелы признали его правоту, и каждый поделился своим даром, и даже Сатан, ангел смерти, он дает ему подарок, что благовонное воскурение Питу Макторет останавливает эпидемию, останавливает смерть. Так вот, что заключается в том, что Творец именно Исаму сказал, не убивай, а Ишмаэлю не воруй, а сыновьям Лота не развратничай, потому что вся Тора дана нам, что благодаря ей мы победили наше дурное начало. Что сказали ангелы? Это ведь божественная мудрость, Творец, она должна быть на небе. А что отвечает Моше этим ангелам? Что есть уровень Торы, который должен быть спущен на землю. Только благодаря Торе человек может победить свое дурное начало. И это то, что говорит Творец в трактате Гедушин. Я сотворил дурное начало в сердце человека, я сотворил одно противоядие Тору. Это то, что открывают наши мудрецы. И когда Творец задает вопрос через Моше, вы готовы принять Тору мы говорим «Что бы ты нам ни дал, мы будем исполнять, а потом будем учить, будем слушать». И это союз, который мы заключаем с Творцом. Это то, что сказано у пророка Ирмияу. «Если не мой союз, днем и ночью законы неба и земли я не установил». И открывают это Равхаем из Воложина. Если бы в мире было такое положение хотя бы на минуту, не было ни одного еврея, который учит Тору, весь мир возвращается в первозданный хаос. Это то, что Творец говорит у горы Синай, подвесив над нами гору, как перевернутый чан. Примите Тору? Хорошо. Нет, здесь будут ваши могилы. Это на протяжении всей нашей истории евреи хранили этот союз до сегодняшнего дня. Больше трех тысяч, трех сот, тридцати лет прошло с того дня, когда мы получили Тору. И до сегодняшнего дня вся Тора в наших руках. И до сегодняшнего дня мы учим и перечитываем ее. И нету границ у этих книг. И один нееврей сказал, посмотрите на них. Они идут учат Тору, сидят учат Тору, лежат учат Тору, стоят в очередях учат Тору. Пока еще они учат Тору, творец мира, еще не все потеряно, пока еще не все потеряно. С праздником дарования Торы Хак Самех! Тору Все на